Девушки отдыхают Здравствуйте все, здравствуйте жители Вологодчины. Рад, что при помощи телевидения сегодня могу поприветствовать всех земляков. Они видны нам вот на этом плазменном экране, а вам на экранах ваших телевизоров. И первый вопрос, Дедушка Мороз, конечно, я тебе вот пока не задам, которые вот мы для тебя заготовили. Мы очень хотим начать с поздравления нашего эфира, но не с поздравления, а с Новым Годом. Мы очень рады, что ты попал во второй тур отбора вот этого талисмана сочинского. Мы очень рады, что продолжишь эту олимпийскую гонку, что будешь участвовать в СМС-голосовании в феврале. Желаем тебе успехов и, конечно, победы. Кстати, спортом занимаешься? А как же? Каким? Вообще люблю все зимние виды спорта. Делаю зарядку, летом купаюсь, а еще очень мечтаю возродить лапту. Вообще, сейчас очень хорошее отношение у меня с Олимпийским комитетом России. И думаю, что лет через 100, через 200 можно будет серьезно говорить о возрождении этого вида спорта и о создании лиги спортивной палопте и затем сделать его олимпийским видом спорта. Спорт этого заслуживает. А олимпийский задор, вот это вот как вот все будет у нас проявляться? Дорогие мои, это все зависит от вас. Вот впереди замечательный день. Первый день первого месяца 11-го года второго тысячелетия. Это уникальная комбинация цифр. Это день, когда можно с легкостью избавиться от старых, вредных привычек и завести новое, полезное. Например, делать зарядку. Так что, дорогие мои друзья, 1 января не в кровати валяться, а лыжи, коньки, санки и на горку, и на каток заниматься спортом. Вот тогда мое доброе пожелание вам здоровья обязательно сбудется. Дедушка Мороз, вот только что был вопрос именно про символ Олимпиады. Лягушонок почему-то выбыл из голосования. Может, он поможет вернуться? Если я не ошибаюсь, его звали Квач, это студия Артема Лебедева нарисовала. Но вообще это был некий юмор программистов. Потому что есть ребята, которые постоянно профессионально работают в программировании, в компьютерах. И они придумали вот такого вот лягушонка, который якобы гипнотизирует всех своими глазами. На самом деле, естественно, это юмор, это шутка. И никто не рассчитывал на победу этого лягушонка, хотя голосовали они за него, надо признать активно. А символ должен отвечать определенным критериям. Это доброта, это гостеприимство, это зимнесть, то есть представление зимнего времени года. Поэтому прошли самое достойное. Я тоже так думаю, мы будем болеть и голосовать. Спасибо, спасибо. Я, честно говоря, надеюсь на победу. Вот здесь я видел, по-моему, вопрос от Алены, за кого бы я сам проголосовал в этом конкурсе. Вы знаете, я уже неоднократно говорил, что я не политик. Поэтому сам за себя призывать голосовать я не буду. Я и так уже официальный Дед Мороз Сочи-2014. Дмитрий Николаевич Чернышенко год назад вручил мне такое удостоверение. Поэтому я уже в Сочи в этом году был шесть раз. Внимательно смотрю, как строятся олимпийские объекты. И я буду сотрудничать с любым кандидатом, которого выберите вы. Ну, я думаю, нам еще одна победа не помешает. Ну, это уж как. Как вы посмотрите. Дедушка Мороз, звонок в студии у нас есть. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Добрый день, рад вас слышать. Моему ребенку шефу сейчас смотрит вашу программу и спрашивает, о стоящем ли дедушка пришел к нам в гости? Дедушка, как доказать? Дорогие мои, нет не настоящий. Искусственный, пластмассовый, китайского производства. В магазине купленный, под елку поставленный. Ну, что вы задаете, какие детские вопросы, а? Может, как-нибудь докажем? Дорогие мои, я объясню, чем настоящий человек отличается от поддельного. Знаете? Бывают люди с искусственными руками, ногами, даже, наверное, с искусственным интеллектом и головой. И сердце есть искусственное. А вот душа, у настоящего человека обязательно есть душа. Вот есть у меня душа или нет, решать вам. А я доказывать ничего не буду. И пусть наш маленький зритель быстро загадывает желание, чтобы в течение прямого эфира вот произошли некие волшебные вещи, и в следующем году желание обязательно исполнилось. Мы потом в следующем году пригласим и проверим. Хорошо. Дедушка Мороз, а ты ведь только сегодня на Вологодчину-то, на родину вернулся. Где был? Я до этого был и в Германии, и в Париже, и в Страсбурге. Был в Казани, в Набережных Челнах, в Костроме, в городе Клин Московской области. Был в Москве. Впереди у меня буквально завтра встреча с жителями Череповца. Так что город готовься, я приеду, обязательно всех увижу и всех поздравлю. После этого меня ждет мероприятие в Москве. Очень отверственное мероприятие за жение главной елки столицы. В этот раз с новым мэром Москвы, Сергеем Собяниным, я посещаю детский реабилитационный садик номер 11 города Москвы. Ну и, конечно же, впереди ждет меня встреча с космонавтами. 27 декабря Королев, Центр управления полетами. Надо поздравить и космонавтов, и астронавтов, которые находятся на орбите с наступающим Новым годом. Это передовой отряд землян, которые вышли так далеко от планеты в космос. 28-го, надеюсь, успеть посетить колонию в Паприхе. Это традиционная моя обязанность. Я не перестаю это объяснять. Дети, которые там находятся, они уже наказаны за те преступления, которые они совершили. Наказаны не мной, наказаны вами. Но, кроме злых поступков, они еще и делают и добрые дела. И вот поддержать их стремление к добру, помочь им в эту трудную минуту, это мой долг. Поэтому постараюсь обязательно заехать к ним. Ну и 29-го, 30-го декабря, традиционно это Санкт-Петербург, северная столица. Знаю, что организаторы мероприятий в этом году подготовили какой-то сюрприз. От меня пока скрывают. Честно говоря, каждый раз приезжая в Санкт-Петербург, удивляюсь фантазии режиссеров, организаторов. То на ракете меня привезут, то на поезде, то на вертолете. Ну и традиционный, естественно, проезд по Невскому проспекту к Дворцовой площади. Так что, жители на Неве, тоже ждите. Совсем скоро буду у вас в гостях. Дедушка Мороз, вопрос нашего сайта. Сколько стран ты посетил за свою жизнь? На самом деле, каждый год с 31 декабря на 1 января я посещаю все страны Земли, все. Потому что нет такой страны в мире, где бы не говорили на русском языке. Нет. Есть всего три нации, которые присутствуют во всем мире, если знаете. Вот одна из этих наций, это россияне, русские, русскоговорящие, если быть точнее. Поэтому мои друзья есть во всех странах мира. И в новогоднюю ночь я ко всем залетаю, всех поздравляю, некоторым оставляю подарки. Дедушка Мороз, еще один звонок в студии у нас есть. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ксюша. Ксюшенька. Меня зовут Ксюшенька. Очень плохо тебя слышно, Ксюшенька. Сколько тебе лет? Мне восемь лет. Большая уже. Это ты ходишь в третий класс школы, да? Нет, это второй класс. Я не там исполнил. Еще второй. Все понятно. И как у тебя успехи в школе? Хорошие. Молодец. А любимый предмет есть? Да. Истика и математика с английской. Математика? Дорогая моя, вот специально для всех моих юных зрителей, которые смотрят этот эфир, я приготовил математическую загадку. Сможешь ее отгадать? Не знаю. Ну, попробуй. Смотрите, друзья мои. Взрослые тоже могут участвовать. Голубь делает в минуту 20 шагов. Воробей в пять раз меньше голубя. Сколько шагов в минуту делает воробей? Жду вашего ответа. Задумалась. Ксюша пошла спрашивать родственников. Пошла спрашивать, да, у родителей. Ну, пусть подумает. Между прочим, дорогие мои, загадка не такая простая. И над ней предстоит серьезно подумать. Так будем ждать ответа. Наверное, следующий, кто позвонит, ответит. Да, в ходе эфира мы услышим правильный ответ. Я вам обещаю. Дедушка Мороз, еще один вопрос с сайта. Все знают, что у вас есть внучка, а вот про супругу ничего не известно. Дорогие мои, это очень частый вопрос, который задается буквально на каждой встрече и с детьми, и со взрослыми. Так уж сложилась судьба, что нет у меня супруги. Снегурочка приемная. Если сказку Островского внимательно читали, там все подробно написано. Дед и баба жили, не было у них детей. И ослепили они из снега внучку. А любовь их ее оживила. Вот она и есть моя приемная внучка. Сейчас-то внучка где? Сейчас в Костроме. А когда забираете? Дело в том, что перед Новым годом очень много дел. И невозможно все сделать вместе. Поэтому она сейчас в детских садиках, на утренниках, в школах, во дворцах культуры. А я вот по телевизионным студиям поздравляю своих земляков с наступающим Новым годом. Но буквально через несколько дней мы в Москве встретимся. И уже на Васильевском спуске, главную елку страны, мы зажигаем вместе. Дедушка Мороз, ты загадку-то загадал. Так зрители звонят с ответом. Здравствуйте, отвечайте. Здравствуйте, Дима. Да. Ответ на вопрос 400 грамм. Неправильно, друг мой. Неправильно. Неправильно. Ну что, еще попытку дадим зрителям? Конечно, дадим. Продолжаем. Думай, дорогие зрители, а мы читаем вопросы с сайта. Работаю все каникулы после Нового года. Если это твой подарок мне, дедушка, ты скажи. Я тогда срочно буду плохо себя вести, чтобы ты мне ничего больше не дарил. Дорогие мои, давно ли было то время, когда мы мечтали о работе? Ведь работа – это и есть содержательный смысл жизни. Конечно, можно попробовать 33 года лежать на печи. Но я вас уверяю, что встать после этого и совершить подвиг, увы, невозможно. Поэтому, друзья мои, радуйтесь, радуйтесь, что вы нужны людям. Людям нужен ваш труд. А, следовательно, к вам и любовь, и уважение. А этот подарок так просто не дается. Дедушка Мороз, еще один вопрос тебе по телефону. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Точнее, уже вечер, правильно. Слушаем ваш вопрос. Какое любимое у дедушки Мороза блюдо? Спасибо за вопрос. Спасибо. Очень хороший вопрос. На самом деле, люблю пищу натуральную. Люблю грибы, люблю ягоды, всякие соленья, варенья. Очень люблю шанишки. А знаете, в Валаджане-то знают шанишки, что такое? Пирожки такие. Это такие пирожки круглые из пресного теста. Бывают с картошкой, с ягодами, с пшеной кашей бывают. Вот я больше люблю с ягодами. А еще есть блюдо, которым, к сожалению, меня очень давно не подчевали. Мое любимое блюдо. Это овсяный кисель. Еще в 18 веке хозяева здесь, на Вологодчине, выносили мне на крыльцо зимним вечером целое блюдечко овсяного киселя, ставили на крыльцо и говорили, Дедушка Мороз, не морось семью мою, меня и скот мой задабривали. Дорогие жители Череповца, завтра Дед Мороз у вас в гостях. Если вы хотите исполнить его желание, он же ваши исполняет. Овсяный кисель ему, пожалуйста, приготовьте. Он подъедет, и я думаю, что будет очень счастлив. Спасибо. Дедушка Мороз, у нас есть очередной ответ на твой вопрос. Очередной вариант. Слушаем вас. Алло, здравствуйте, это Великанов Даниил. Очень прекрасно, Даниил. Я знаю ответ на цыганку. Давай, мой друг. Он делает ноль шагов. Не понял. Ноль шагов делает. Правильно, мой друг. Потому что он прыгает. Молодец. Очень рад, что на Вологодчине есть очень умные люди, которые не просто складывают, умножают и делят, а понимают. Ведь математика – это не наука по перестановке цифр. Это наука для понимания окружающей жизни. Спасибо тебе, мой дорогой друг Даниил, по-моему, да? При встрече обязательно подарю тебе подарок. Ой, спасибо, Дедушка Мороз, за хорошую загадку. А Даня, спасибо за ответ. Дедушка Мороз, мы в детский сад съездили, прежде чем к твоему эфиру, когда готовились, записали. И для тебя очень много интересных вопросов. Придется послушать и ответить. С удовольствием, с удовольствием. Детский вопрос. Дед Мороз, кто тебе шубу шьет? Шубу шьют мои помощницы у меня в доме в Великом Устюге. Мастерицы. Не одна шуба у меня. Вот вы, дорогие друзья, ведь не каждый день в одном и том же ходите. Тоже любите? И модно одеться, и по погоде. Так же и я. На данный момент у меня 37 разных костюмов. Каждый по своему особому поводу. Вот этот костюм специально для новогоднего путешествия. Потому что объезжаю всю страну и передаю свои полномочия моим помощникам. Когда приезжают ко мне свадьбы в мой дом в Великий Устюг, я одеваю костюм, который называется Белоснежье сказочное. Это белый такой длинный костюм. Есть спортивные костюмы, в которых я был на Олимпиаде в Ванкувере, в которых занимаюсь спортом, на лыжах катаюсь, на Эльбрус поднимался. Вот уверяю вас, друзья, в этой шубе подняться на Эльбрус практически невозможно. Можно, но зачем такие сложности? Когда есть прекрасный спортивный костюм, который не сдерживает движения и позволяет легко перемещаться. Так что гардероб у меня большой. И в основном все шьют мои помощницы. Вопросы, раз уж мы заговорили о нарядах, из чего сделан ваш посох? Из дерева. Сколько весит? Не знаю, дорогие мои. Ну, разве ж я взвешивал его? Но, правда, последние годы он немножко потяжелел. Это потому, что в него встроили специальный передатчик системы ГЛОНАСС, для того, чтобы мои друзья смогли отслеживать мое перемещение. Но тут произошла одна удивительная особенность. Желающих посмотреть, где именно я нахожусь, стало так много, что сайт перестал справляться. И сейчас из-за обилия посетителей он просто закрылся. Не справляются. Так чего делать-то? Ничего не делать, дорогие мои. Пройдет новогодний ажиотаж, и я снова буду на ваших экранах, и вы всегда можете узнать, где именно я нахожусь. Тем более, что с ГЛОНАССом я расставаться не собираюсь. Дедушка Мороз, вопрос с сайта. Пусть в новом году президент, правительство и депутаты живут на пособие по уходу за ребенком. Что на это скажете? Скажу так, дорогие мои. Это ваши правила. Это ваша жизнь. Эти правила изобрели вы. Вы голосовали, вы выбирали. Я в вашу жизнь, в ваши правила не вмешиваюсь. Поэтому впереди будут выборы. Вы будете выбирать депутатов законодательного собрания, депутатов федеральных. Вот, пожалуйста, и выберите своего депутата, и накажите, чтобы он принял такой закон. А еще лучше сами пойдите в депутаты. И тогда вопросы все решаемы. Дедушка Мороз, вопрос на тему подарков. Можно ли Деду Морозу заказать телефон, ноутбук и прочую технику? Заказать можно, но когда я дарю подарки, я не всем подарки дарю. Я всегда смотрю, а не повредит ли это. Ну вот, например, совершенно недавний случай. Дед Мороз подарил мне машинку лучше, чем у моего друга Саши. Ну разве можно дарить такой подарок? Конечно нет. Не машинка нужна моему другу, а похвастаться он хочет. Ты ему ума, наверное, подарил. Нет. Я ему отправил письмо, в котором написал, что, конечно, я люблю дарить подарки, но еще приятнее, это душевность и открытость. Когда с Сашей вы друзья, когда понимаете друг друга, ведь можно же и одной машинкой вдвоем играть. И уверяю вас, что и пользы, и добра, и интереса в этом гораздо больше. Ой, спасибо. И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, меня зовут Арина Гулидова. У дедушки Мороза какое самое любимое животное? Ой, спасибо, моя хорошая. На самом деле я всех зверушек люблю практически одинаково. У каждого зверька ведь свой характер, своя жизнь, своя судьба. Вы, наверное, знаете, что у меня в очине, в Великом Устюге, открылся лучший на севере зоологический парк. Если вы были у меня в гостях два года назад, вы еще не видели такой красоты, такого волшебства. Звери живут в прекрасных отдельных вольерах, ухоженные, чистые. И зоосадь действительно производит самое приятное впечатление. А из самых таких непослушных, ну это, конечно же, кот Пушок. Как было? Это уж история семи-восьмилетней давности. Приехали ко мне в дом мама с сыном. Говорят, дедушка, выручай. Вот взяли домой котенка, а у ребенка оказалась аллергия на шерсть. Нельзя его дома держать. Приютил у себя. Ну, приютил я котенка. Вырос большой кот, белый, пушистый. Пушком мы его назвали. Но до чего ведь хитрый. Его все туристы, все гости, которые ко мне приезжают, очень любят гладить. А он этого терпеть не может. Поэтому, как только в семь утра встаю, двери дома открываю, шасть Пушка нет. Зато вечером перед сном только собираюсь дверь закрыть. Шасть Пушок обратно в доме. Еды требуют. И спит ведь, где думаете? У меня на троне. Да вы что? Другого места не признает. И с утра его не сгонишь. Ночью это его место. Но я уж шучу. Охраняет, видимо. Понятно. И еще вопрос. Если бы, дедушка Мороз, у тебя была возможность осуществить всего три желания, какие бы ты выбрал? Вопрос от Алены. Спасибо, Алена, за вопрос. Наверное, самое главное желание это, чтобы научились вы понимать друг друга. Это очень непросто. Ведь бывает как. Живете в одной галактике. На одной планете. В одной стране. В одном городе или селе. В одной семье живете. Говорите на одном языке. Но не понимаете друг друга. Старшие не понимают, от чего печалится младшие. А младшие не понимают, почему в глазах у родителей тоска или тревога. А из-за этого и все неприятности. Из-за этого болезни, зависть, скука. Вот, наверное, это самое главное желание. И даже не надо ты. Пусть будет одно, но пусть оно сбудется. Ой, какое замечательное желание. Надо его почаще в телевизоре повторять, чтобы общество у нас добрее было. Спасибо. А то все новости какие-то, а то где чего сгорело, где кто кого убил. Дорогие мои, не надо на зеркало пенять. Коли, дальше продолжение сами знаете. Ведь посмотрите. Ругают, что телевидение показывает драки, убийства. А, друзья мои, а зачем же вы тогда смотрите? Если вам это не нужно и не интересно. Не смотрите! И телевидение сразу прекратит показывать такие фильмы и сериалы. А раз вам это интересно, раз вы присматриваетесь, значит, вам это необходимо. Или нет, или я не прав. Это, кстати, история как с погодой. Куда-нибудь приезжаю в Москву или в Карелию, меня сразу начинают ругать. Ой, дедушка, сыро, что-то плохо работа, аж зимы не видно. Или, наоборот, ой, дед, ну снегу насыпал, ни проехать, ни пройти. Дорогие мои, как говорится в старой юмористической программе, «Сколько весить в градусах?» Вы договоритесь между собой. Сделал холодно? Надо теплее. Хорошо. На следующий год сделал теплее. Хотим снега. Хотим на лыжах кататься, на санках. Пожалуйста, вот вам снег. Ах, улицы засыпало, ни пройти, ни проехать. Дорогие мои, на это есть коммунальные службы. А если они не справляются, возьмите лопатку, возьмите метелочку, и тропинку около своего дома вы сможете расчистить и сами. Ведь не маленькие. Правда? Спасибо. Дедушка Мороз, если уже о телевидении заговорили, какая любимая программа у вас? На самом деле смотреть телевизор практически не хватает времени. Очень люблю, когда идут мультфильмы. И старые детские фильмы. Год назад в Страсбурге, на открытии Года России, в Центральном кинотеатре Страсбурга, открывал сеанс фильма «Снежная королева» на французском языке. Наш фильм Александр Артуревича Роу. В Центре Страсбурга, в Центральном кинотеатре и полный зал ребятишек. Я что-то давно не помню, чтобы в России, в кинотеатрах, шел этот или какой-то другой хороший, добрый детский фильм. Видимо, такова судьба. В том же, в Париже, несколько дней назад, зашел в детский сад, детская школа европейская. Дети не говорят по-русски, поэтому приходилось общаться либо языком детским, либо через переводчика. И смотрю, у них телевизор работает. Идут мультфильмы. Наши российские мультфильмы идут по парижскому телевидению. А мы как же. А мы все смотрим. Покемонов и Пикачу. Неправда, на 7 канале, на 12 очень много российских мультфильмов. Очень много, потому что, извините, бывает очень больно. Пришел на встречу к одному мальчику. У него очень уважаемые, очень заслуженные родители. Но, видимо, столько времени тратят на работе, что сил на занятия с сыном не хватает. Я пришел к нему. Зашел-то всего на 15 минут поздравить, подарок подарить, да поблагодарить. А оказалось, что не знает он русских сказок. Ни Бабу Ягу не знает, ни Колобка, ни Кощая Бессмертного, ни Буратино даже. Пришлось задержаться. Полтора часа, почти два провел я с моим этим другом. Но я ему рассказал. Рассказал русские сказки. И это очень важный элемент. Год назад была презентация в Госдуме. Встречался я с депутатами. И обратил внимание на очень важную особенность. Ведь патриотизм начинается не с уроков НВП в школе. Патриотизм начинается с колыбельной матери. С тех сказок, которые она читает на ночь моему юному другу. Поздно учить, что надо любить Россию, человеку, который воспитан на покемонах, пикачу и черепашках ниндзя. Это уже другая культура. Этому человеку не понять, за что любить Россию. Что такое Россия. Что такое русский народ. Что такое общность народная. Это очень серьезный вопрос. И я рад, что Дума меня услышала. Надеюсь, в следующем году, в январе, встретиться с депутатами в Совете Федерации. Тоже планирую обратить их внимание на необходимость совершенствования толерантности в обществе. И на развитие передовых направлений науки. В частности, освоение Антарктиды и Арктики. Очень прекрасные планы. Дедушка Мороз, у нас есть звонок. Из Череповца нам зрители хотят задать вопрос. Вопрос слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Русский Лива. Мне 8 лет. Знаете, я хотела задать вопрос. Да, слушаю, моя хорошая. Вы ездите по разным странам. Вы знаете иностранные языки? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, я знаю только великий и могучий русский язык. Но встречи с моими зарубежными коллегами заставили меня немного изучать иностранные языки. Так, познакомившись с Йо Пуке в Финляндии, я сначала начал учить финский язык. Ну, а потом мы все-таки договорились с Йо Пуке, что будем общаться на английском. Поэтому на английском я чуть-чуть разговариваю. А скажите что-нибудь. Немножко говорю по-французски. Чуть-чуть по-немецки. Это благодаря общению с моим другом Вайнексманом. Иногда приходится встречаться с жителями Италии, Испании, Португалии. Но, к сожалению, в испанском языке буквально несколько слов, да и то, наверное, сейчас не вспомню. Но вы знаете, много путешествую, я понял одно. Язык добра в переводе не нуждается. Ведь как было в Китае, в Пекине, два года назад, на открытии Года России. Приехал я в Поднебесную, в Пекин. Я китайского не знаю. Дети китайские не знают ни русского, ни английского, никакого. Что же делать, как же быть? Общаться очень хотелось. Хотелось узнать, есть ли в Китае мой коллега, такой же, как я, зимний волшебник. Вначале ребятишки держались в стороне, на меня украткой посматривали, хихикали. Но потом поняли, что я добрый. Бросились ко мне. Мы с ними играли в игры, танцевали танцы. Они меня учили китайским танцам, а я их учил танцевать лавату. Вот пообщались и понял я, что, к сожалению, Китай единственная страна, где нет моего коллеги. Говорят, дракон у них есть. Какая-то там обезьянка сяо-сяо в какой-то провинции есть. А вот так, чтобы добрый волшебник дарил подарки, благодарил за добрые дела. Видимо, надо организовать с ними бартер. Я буду к ним туда ездить, их поздравлять. Но они нам сладости какие-нибудь по бартеру на Новый год. Это прямой эфир у нас сегодня в гостях. Горячая линия с Дедом Морозом и Дедом Мороз, соответственно, у нас и в гостях. Наши зрители могут звонить в нашу студию по телефону в Вологде или в Череповце и задавать свои вопросы нашему волшебному гостю. Вы также можете отправлять их по интернету на сайт 35media.ru. Заходите на главную страничку, там все написано, все делать очень просто. Пришло огромное количество Дедушка Мороза вопросов для тебя. Вот, например... Будем отвечать кратко, чтобы всем успеть. Да. Дед Мороз, я хочу счастья в Новом году и рождественский носок с палочкой-карамелькой. Я рисовала на конкурс Деда Мороза. Ну, очевидно... Дорогая моя, обязательно постараюсь выполнить твою просьбу. Где ты встретишь Новый год? В работе. Я должен за 24 часа облететь 36 часовых поясов. Вы представляете, какая это непосильная работа. С юмором вопрос. Дедушка Мороз, я буду встречать Новый год в поезде. Скажи, ты сможешь догнать тепловоз и все же вручить подарки? Не тепловозу, а мне, конечно. Смогу, смогу. У меня скорость гораздо выше, чем могут развить ваши технические средства, даже ракета. Какое транспортное средство ты предпочитаешь, кроме саней? Вообще сани это самый удобный способ передвижения. Есть еще ковер-самолет, сабоги-скороходы. Вот, наверное, самый оптимальный выбор для моего перемещения. Хотя, по последним данным, в Москве я, скорее всего, буду перемещаться вновь на автомобиле. Пробки? Нет, не пробки. Для того, чтобы меня могли рассмотреть. Ведь когда я перемещаюсь на ковре-самолете, меня не видно. А так, москвичи захотели, чтобы все жители города меня увидели. Прекрасно. Дедушка Мороз, давайте еще от детей вопросы послушаем, которые мы заранее поговорили. Дед Мороз, ты же говорила, хорошая или злая? Дорогой мой, если кто-то предлагает заменить сердце кристаллом льда, разве может этот поступок быть добрым? Отвечать да или нет не буду. Это вопрос для размышлений. И еще давайте послушаем. Дед Мороз, мне интересен такой вопрос. Из чего у тебя сделана борода? Из волос, моя хорошая. Из волос. Из моих собственных. Вот с бородой связано очень распространенное заблуждение. Все почему-то думают, что если прикоснуться к моей бороде, погладить ее, то желание сбудется обязательно. Ничего подобного, моя хорошая. Зато вот за зимний период, за ноябрь, где как, борода моя лысее от процентов, наверное, на 20. И весной приходится снова ее отращивать. Это все трогают. Это вот все трогают, выдирают по волосинке. Один мальчик даже волосинку выдернул. Скомкал ее, как ты сказал, трах-тиби-дох-тиби-дох. Думал, что фокус какой получится. А я тоже хотела после эфира попросить потрогать. Ну вот видите, это заблуждение. Так же, как заблуждение то, что я, допустим, таю. Так же, как заблуждение, что я круглый год хожу в одной и той же шубе. Вот интересно, сами, у самих большой гардероб. А меня хотят увидеть в одной шубе. А вот насчет таю меня тоже вопрос интересует. Вот плюс 40 летом было. А где лет это проводил? Дома у себя в Великом Устье. А как? В холодильнике? Я же не снегурочка, я не снеговик, я не из снега. Я настоящий. И температура 36,6? Нет, температура не 36,6, но я настоящий. Жары, мороза я не боюсь. Дедушка Мороз, а ты болеешь когда-нибудь простудными заболеваниями? Как вопрос-то задала. Вот простудными нет, а вообще болею. Чем? За нашу сборную по футболу, когда проигрывают. А какая любимая? Вот болею серьезно. И за хоккейную нашу команду, за Северсталь, конечно, тоже. Очень внимательно стараюсь смотреть за их матчами. Но дорогие болельщики меня поймут. Дедушка Мороз, очень оригинальный вопрос. Дед Мороз, подари, пожалуйста, мозга и хорошим и плохим, да побольше. Дорогие мои, разум это хороший подарок, но когда его слишком много, ни к чему хорошему это не приведет. Ведь для того, чтобы было счастье, нужна еще и душа, нужна семья, нужна любовь, нужно взаимопонимание. А одним разумом жить человек не может. Поэтому решайте сами. Еще один вопрос от наших маленьких зрителей. Давайте посмотрим. Дед Мороз, с кем ты дружишь? Я дружу с добрыми людьми. Со всеми, кто совершает добрые дела на планете. Ведь в чем отличие доброго волшебника и злого? Не знаете? Зло всегда совершается в одиночку. А у добра всегда много помощников. Поэтому добро всегда сильнее зла. Тут сообщение было на сайт. Ничего не хочет у нас автор на Новый год, особенно ему не хочется в армию. Армия – это очень ответственный мужской труд. И если мой друг дожил в России до 18 лет, значит, в 18 лет кто-то его защищал, кто-то его охранял, кто-то служил в армии для того, чтобы он смог спокойно расти и учиться. Я не хочу никого ни к чему призывать. Но задуматься об этом стоит. Очевидно, мой друг как раз то поколение, которое воспитано на покемонах. Тогда все понятно. Тогда надо во Францию, в почетный легион, где принимают только иностранцы. А ты сам в армии служил? Дорогие мои, а как вы думаете, и война 1812 года, и 1941 год без моей помощи не обошлись? Вы помните, как я тогда морозил и француза, и фашистскую армию? То есть служил в морозных войсках? Естественно. Еще один вопрос от наших маленьких зрителей. Давайте послушаем и ответим. Скажи, пожалуйста, как ты успеваешь подарки раздавать все? Очень часто задают этот вопрос. Отвечу просто. Ведь наверняка многие учили физику в школе. Там есть два физических понятия. Скорость и материя. И вот когда скорость переступает определенный рубеж, материя теряет свои свойства. Скорость у меня огромная, которая не поддается исчислению ваших земных приборов. Поэтому материя теряет свои свойства, и я могу очень быстро перемещаться, останавливаться там, где мне надо, положить подарочки под елку, и очень быстро исчезнуть. Так, что меня никто не может увидеть. Даже если мой юный друг сидит всю ночь перед елочкой и очень внимательно смотрит, он все равно меня не увидит. Он моргнет. В этот момент я успею прийти, положить подарок и уйти. Дедушка Мороз, еще один вопрос с сайта. От чего зависит количество чудес, которые происходят в нашей жизни, спрашивает Наталья. Замечательный, замечательный вопрос. От того, как вы сами творите чудеса. Ведь на самом деле сотворить чудо очень-очень просто. Вот пример яркий. Вы идете по улице. Холодно, зима. Навстречу вам идут такие же замерзшие, озябшие люди. Все кутаются на лицах у всех напряженность. А вы попробуйте улыбнуться. Просто улыбнуться первому встречному прохожему. И вы увидите, он улыбнется вам в ответ. Потом второй, третий, четвертый. А если будет много улыбок, стужа отступает. Потому что тепло человеку не от температуры на улице, а тепло от общения, от доброты, от взглядов добрых. Поэтому северяне, они как раз более открыты и более добрые. Потому что в этом климате может жить только человек с горячим сердцем. Дед Мороз, еще один вопрос нашего сайта от наших зрителей. Ты часто даришь всем подарки, но какие подарки тебе дарят? Вы знаете, последнее время стало очень почему-то модно дарить мне подарки. Ну, во-первых, везде, во всех организациях, где я бываю, с кем встречаюсь, мне обязательно дарят какой-то сувенир на память. И уже даже комнаты у меня в доме не хватает для того, чтобы все эти подарки, сувениры сохранить. Практически каждое письмо, которое приходит от моих друзей, оно содержит подарок. Рисунок. Разве же это не подарок? Это мой друг рисовал специально для меня. А еще стали присылать посылки. То баночку варенья, то баночку огурчиков соленых или капусты. Причем это то, что мои юные друзья сделали своими руками. Вот это очень ценно. Я не люблю подарки магазинные, они холодные, в них души нет. А вот то, что сделано своими руками, поделка, рисунок или та же самая баночка маленькая, капусты квашеные. Вот это я люблю, потому что это от души, от добрых рук, от чистого сердца. Дедушка Мороз, студенты первого курса юридической академии в понедельник сдают экзамен по социобеспечению, просят, чтобы ты им помог в этом деле. Дорогие мои, недавно в Париже я рассказывал детям о том, что подарок это не просто дар, это награда за добрые дела. И употребил студенческое слово, которое я подслушал, по-моему, то ли в МГУ, то ли в МГИМО, это слово халява. В Париже так удивились. Взрослые подняли брови. Оказалось, что для них это слово совершенно неприемлемо. Мне даже пришлось извиняться. Так что, дорогие мои, уж вам скажу откровенно, халявы не ждите. Хотите сдать экзамены? Учите. А еще лучше, задумайтесь вот о чем. Что такое экзамен? И зачем он вам дан? И не надо думать, что это наказание. Для вас экзамен – это награда. Чтобы поняли вы сами, что знаете вы предмет. А как же без экзамена? Лекцию слушаем, слушаем, слушаем. И все? Нет, дорогие мои, настоящий человек должен пройти испытание, чтобы понять, что он заслужил победу. И только тогда она становится сладкой. Дедушка Мороз, а сам-то ты где учился? Народное образование, мои хорошие. Ведь, когда столько лет живешь на земле, общаешься с разными людьми, волей-неволей, у кого-то что, чему-то учишься. Вот сегодня я с вами беседую, а на самом деле я у вас учусь. Учусь вашей жизнерадостности, вашей доброй улыбке, вашему горячему сердцу. Спасибо. И еще один вопрос. Дедушка, у тебя в санях есть ремень безопасности? Нет, в санях ремня безопасности нет, потому что способ перемещения не связан с какими-либо резкими остановками или авариями. Там перемещение отличается от перемещения в автомашине. А, кстати, дорогие мои, а у вас в поезде ремни безопасности есть? Не знаете? Это старая-старая загадка. Вот смотрите, в поездах стоп-краны красного цвета, так? В автобусах зеленого, в самолетах стоп-краны какого цвета? Хорошая загадка. Хорошая загадка. Жду вашего ответа, дорогие мои. А пока еще один вопрос. Дедушка Мороз, ты на велосипеде катаешься, а то мы в Новый год решили устроить велокарнавал. Катаюсь. Очень люблю велосипед. На самом деле, когда велосипед только был изобретен, я, наверное, первый, кто в России попробовал сделать себе самодельный вот такой велосипед. С большим колесом, высокий очень, но мне очень нравилось кататься. Правда, разгуляться было негде. Тропинки кривые, узкие, но катался с удовольствием. Дед Мороз, приедь к нам в Сокол, просят жители Сокола. Я был в Соколе год назад, встречался с курсантами, с кадетами в городе Сокол. Кстати, буквально через несколько дней я их увижу в Королеве. то есть не я в Сокол приеду, а сокольские кадеты приедут вместе со мной в Королев. Так что, думаю, увидимся. Так, где Дедушка Мороз будет встречать Новый год и с кем? И с кем? Дедушка Мороз будет встречать Новый год по всей планете в работе, причем работы очень-очень много. С кем? Ну, очевидно, с добрыми людьми, потому что к злым я не хожу. Так, Дедушка Мороз, ты любишь арбузы? Спрашивает Федя. люблю. Я вообще люблю пищу натуральную. Арбуз это ягода, а ягоды я люблю. А еще был вопрос, кроме мороженого, и мы знаем уже про овсяный кисель, что ты любишь? Вот на самом деле мороженого я не люблю. Да, почему-то это тоже одно из заблуждений про меня, что я ем только мороженое и снежки. Дорогие мои, если бы я ел только мороженое и снежки, уверяю вас, вот так молодо и здорово выглядеть я бы не смог. А натуральная пища, пища здоровая, она позволяет мне сохранять хорошую спортивную форму. И давайте еще вопрос от ребятишек послушаем. Дед Мороз, откуда ты подарки всем несешь? Объясняю. Если вы о чем-то мечтаете, что-то фантазируете, то в мире фантазий ваш подарок уже существует. Мне остается только его взять и перенести из мира фантазий в ваш реальный мир под елочку. Другое дело, что многие мои, особенно юные друзья, постоянно пытаются изменить свое желание. То у них машинка с двумя колесами, то с четырьмя, то она синяя, то фиолетовая, то грузовая, то легковая. В результате в мире фантазий получается такое облачко неоформленное. И если его перенести, то оно превращается в лужу воды и растает под елочкой. То есть желание надо четко формулировать? Естественно. Иначе оно не сбудется. Формулировать желание и цель. Зачем вам этот подарок нужен? Дедушка Мороз, мы четко формулируем свое желание, чтобы ты победил в конкурсе талисманов. В случае 2014 мы будем за тебя голосовать. Спасибо, мои хорошие. Вот теперь моей уверенности действительно прибавилось. А наш эфир на этом подошел к концу. Уже все? Да, все, мы пора отпускать, потому что у нас впереди новости, а мы, насколько знаем, в Череповец. Вам пора. Жаль, мои хорошие, не успел вам рассказать и половину того, что планировал. Еще много встреч у вас с нашими зрителями, с ребятами со всех городов. Мы желаем вам всего хорошего. Спасибо. Увидимся на елочке, дорогие мои. Пока-пока. Всего вам доброго. До свидания. Пусть желание сбывается. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok